здравствуйте зрители моего канала и сегодня я хотел пообщаться на такую тему как каким же такой же программой для монтирования пользоваться новичку который в принципе научился снимать видео да и научился допустим влаживать видео на youtube но теперь он хочет повысить качество своего видео и собственно вырезать лишние моменты допустим регулировать уровень звука там добавлять какие-нибудь минимальные эффекты и так далее и какой же программой лучше пользоваться adobe premiere pro либо sony vegas pro если честно допустим чаще всего в интернете приходят такие дискуссии и многие склоняются в сторону sony vegas pro говорят что она легче в освоении она более логичная и собственно может быть даже лучше чем adobe premiere pro вот если честно по поводу того что она лучше я не скажу такого это этой чистой воды бронь и потому что они идентичны все что можно сделать на vegas pro можно сделать и на премьере ну практически все она а именно на уровне новичка допустим и даже среднего все абсолютно все то есть на обоих из них можно нарезать видео на обоих можно монтировать слаживать два и более видео в одно вот так же самое делать переходы добавлять текст и налаживать звуковые дорожки музыку собственный голос и так далее все это можно сделать на этих обоих программах так что говорит что какая-то из них лучше нельзя к тому же если нам именно брать на уровне профессионального да то собственно если есть у кого-то adobe premiere pro то собственно они ставят и adobe of the adobe after effect что собственно делает две эти программы они обе адоп такими же как и и vegas pro возможно даже лучше на after effect и намного спецэффекты можно ставить не хуже чем vegas pro вот а пока что для обычного монтирования для обычного как бы ютубера до который вылаживает видео на ютубе снимает игры и вылаживает то в принципе хватит и пример про если сравнивать по функционалу вот рассмотрим допустим эти две программы что нужно школьнику да ну не школьнику допустим что нужно начальному человеку который хочет научиться пользоваться монтированием да и он хочет что он хочет к примеру да просто допустим вырезать неудачные моменты из какого-то длинного допустим двухчасового видео вырезать оттуда моменты когда он там я не знаю чихнул либо когда он там что-то долго делал либо неудачные моменты там либо он бежал каким-то персонажем слишком долго нужно было по вырезать либо допустим моменты когда из двухчасового видео он хочет сделать нарезочку маленькую буквально двухминутную лучших моментов в принципе обе эти программы спокойно могут это все сделать потом что еще обычно делают начинающие более углубленно если брать то пользователи допустим те же самых программ хотят вставить туда свое интро в принципе обе эти программы также вставляют и интро в начало видео добавить музыку обе эти программы спокойно легко добавляют музыку допустим да и регулируют ее уровень громкости также иногда некоторые пользователи пытаются ну хотят добавить туда какой-то текст допустим да и текст вполне спокойно туда добавляется и картинки вполне спокойно добавляется и кадр в кадре вполне спокойно добавляется то есть видео видео то есть маленькая кошечка видео в каком-то большом видео то есть это все спокойно добавляется в обоих этих программах другой вопрос какой программе это легче сделать вот здесь вот я не согласен с теми кто говорят что VEGAS PRO удобнее это ну блин даже я сказал бы что явно врут хорошо давайте посмотрим как запускается тот же самый VEGAS PRO запускаем VEGAS PRO у меня в данный момент VEGAS PRO 13 это на третий месяц 2016 года возможно уже есть новые видно что здесь есть этот предпросмотр обычно он у меня во втором окне там где собственно и идет и запись видео вот она мне намного легче но я его сместил сюда потому что не будет видно тем кто будет смотреть это видео вот открывается VEGAS PRO если у вас есть сохраненные проекты то их собственно нужно будет либо добавить открыть вот они у меня сохраненные проекты вот 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 и к примеру я возьму вот этот сохраненный проект его можно запустить и обычным способом способом который открывает просто в папке его открыть вот кажется что здесь все сложно на самом деле ничего тут сложного нету это просто нарезочки вот видно как я нарезал разрезы 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 куча разрезов это было большое длинное видео на два часа я его разрезал до 28 минут насколько я понял вот и наложил сверху музыку вот звуковая дорожка которая добавляет просто музыку и звуковая дорожка которая добавил свой голос по моему вот это музыка в принципе ничего сложного никаких эффектами не добавлял видео дорожка всего лишь одна и так далее хорошо мы это закроем мне это не нужно сейчас и откроем vegas pro адоп премьер для сравнения во первых что мне нравится в адоп премьере сразу во первых то что проекты в принципе уже можно выбирать при включении самого премьера то есть допустим у меня несколько проектов делаю одновременно там разные игры либо разные эти и в принципе разную тематику и принципе сразу же можно выбрать проект нужный я сейчас покажу о чем я говорю открывается такой же панелька но с уже с выбором проектов и чтобы показать о чем я говорю вот у меня был проект кота все которые проекты которые я делал можно создать новый проект а можно собственно открыть уже готовый тот который был у меня чтобы закончить его или я не знаю либо на основе его сделать новый проект везде он открывается потому что уже запущен sony vegas напомню что обе эти программы очень прожорливые память выедает просто просто полностью и напомню что у меня два монитора и у меня на втором мониторе сейчас запустилась значит значит само экран плеера и поэтому я его сейчас перенесу сюда уменьшу его до небольшого размера и покажу что в принципе и здесь тоже можно вполне реально делать достаточно сложные проекты с переходами здесь у меня в данный момент три видеодорожки две аудио дорожки и куча всяких там куча всяких там переходов и так далее то есть на это я когда-то делал клип который можно найти на моем канале вот тут он достаточно сложный тут есть даже немножко 3d вот например из 3d я могу отметить что вот он вращение текста да она считается как бы 3d шнам вот и такой вот момент тут есть переходы как в обычных вот как можно заметить в превью фильмов да и как их называют не превью а и трейлеры да затухание видите только что было затухание между кадрами то есть один кадр исчезает второй кадр появляется и между ними затухание это все называются видео переходы они есть и в премьере и они есть и в sony вегасе вот ладно и здесь я закрою проект и выберу новый здесь появляется у нас табличка до которой кстати не было при открытии бегас про то есть бегас про мы открываем сразу видим вот такую картину да который собственно мы уже можем вполне работать а вот пример вот почему-то нам задает такую это вещи казалось бы ну может это сложнее на самом деле не думаешь на сложнее допустим как я уже говорил все проекты в начале появляются то есть вот они все проекты и если вы хотите создать новый проект нажимать и новый проект и называете его допустим ну я не знаю тест примеру нажимаю enter здесь и ничего обычно не меняет здесь конечно диски вся фигня и возможно стоит сразу же tv но не стоит hd и все остальные параметры мне как здесь стоят таких создаю новый проект важно что там было написано обычно такого не бывает и видим то же самое что и вегас про да только немножко другая палитра цветов а так принципе одинаковая вот что хотелось бы отметить изначально у вас не будет все так выглядеть как здесь эти все панельки они двигаются их можно перемещать как добавить допустим вот вы отсняли свои видео допустим вот у меня есть видео примеру то же самое видео которое использовал клипе вот она длится 56 минут и весит почти 6 гигабайт вот в случае с премьером про можно либо добавить либо медиа данных как обычным способом можно добавить его прям сюда на панель неважно здесь будут все медиа данные которые используются в этом проекте да то есть музыка картинки видюшки там две-три видео там их соединять либо сразу же сюда перетащить ну как по мне намного легче перетащить его видео данные потому что так легче потом будет с ними работать так уж получилось что то же самое и в премьере да то есть добавляем его сюда вот можно и добавить сразу сюда как и в адоб премьере так и в собственно все не вегас про потом собственно чтобы добавить его файл нужно добавить его перетянуть его сюда а то есть чтобы уже начинать с ним работать вот только здесь никаких табличек не выскочила но если честно бывает и выскакивает что сделать проект вот появилась еще один файлик это на самом деле проект вот сделать проект таким же самым по по качеству картинки как и оригинальные видеофайл он сделал его на своем подобии то есть если у меня файл был full hd 30 кадров в секунду то и проект получится full hd 30 кадров в секунду чтобы проверить это кстати вот тут сразу в информации пишется до 30 кадров в секунду full hd и чтобы точно не проверить что такое есть или изменить настройки эпизода нажимаем и собственно можем менять уже здесь и кадры в секунду и собственно размер картинки я еще меняю меняю здесь настраиваемый но если поменять настраиваемый ничего не изменится кроме как вот эта вот штука будет подсвечиваться и ее можно будет менять вот я покажу все больше ничего не меняется так что в принципе туда лезть не нужно проект с проектом уже можно работать и уже он без потери качества видно да в премьере же если добавить ой премьере что не бегать и если добавить то он спрашивает нужно ли ставить соответствующий параметре видео проекта соответствующие видео файлу можно кстати поставить галочку принимать всегда и в общем то нажимаем да и получается то же самое разницы здесь я пока что не вижу здесь все идентично вот что касается конечно допустим того же самого vegas pro то здесь создается одна видео дорожка одно аудио дорожка и собственно все то время когда почему-то в премьере добавляется сразу три видео дорожки и три аудио дорожки для чего если честно не знаю вот но допустим не факт вниз это не столь важный их можно принципе лишние по удалять выбираем аллочки что удалять и убирать давить а туда же можно так вот дали дорожку и будет принципе то же самое хорошо здесь разобрались значит в адоп премьере да чтобы уменьшить увеличивать и уменьшать вот мы сейчас я немножко этот раз да разбавлю чтобы увеличивать уменьшать масштабирование да нужно использовать собственно с помощью альта как и фотошопе кто работал с фотошопом знает увеличивание уменьшения с помощью альта и колесика в премьере масштабирование происходит просто вращением колесика в этой части экрана вот это что касается начала работы то есть в принципе если кто-то говорил что чем-то какая-то из этих программ сложнее на данном этапе то я бы не сказал бы что какая-то из этих программ сложнее а вот с управлением я бы сказал бы что разница очень велика садок премьером работать намного проще вот допустим даже в том же самом управлении именно вот внешний внешних настроек даже не настроек а проигрывание допустим да есть player в котором есть шкала времени время общее сколько длится видео собственно можно спокойно перелистывать в этом плеере как в обычном плеере можно просто допустим запускать эту кнопочку но я пользуюсь пробелом тут даже написано пробел это по умолчанию вот видео двигается да и собственно пробелом делаю паузу пробелом продолжаю пробелом делаю паузу пробела продолжаю то есть тут все как в этом в обычном видео как в обычном плеере для воспроизведения или можно же допустим вот таким вот образом перемещаться допустим то есть перемещаться по видеофайлу для воспроизведения я считаю это очень удобным и очень логичным обычного пользователя который в первый раз сядет за эту программу ничего не будет знать он он сразу же поймет как в этой программе перелистывать да вот здесь пишется время на плеере как перелистывать на определенные этапы видео давайте рассмотрим то же самое бегас про это единственный момент даже единственно много моментов который мне нравится который я не понимаю в этой программе вот но предположим что мы перелеснулись на начало видеофайла да как обычно вот для примера как обычно воспроизводится видео на ю тубе так как же как и на примере да то есть я запускаю на ю тубе запущу любую неважно вот этот видюшечку к примеру вам лет 10 назад и в принципе я перемещаю здесь мышкой и перемещается видео да то есть я беру панель передвижения и перемещаю и собственно перемещается мышка да ну то есть перемещается из видео на нужную мне минуту вот допустим минут 8 минут ровно хочу допустим где-то у 10 8 минут ровно переместить вот тоже самое и в премьере как я уже говорил перемещаю допустим вот на 40 минут примерно да вот ну даже немножко вот можно подвигать вот примерно ровно 40 примерно минут а и 41 секунда то есть я двигаю этот палочку черточку могу линию двигать допустим и принципе то же самое и на плеерах да все которые кто пользовались если открыть любой плеер абсолютно любой плеер в моем случае это будет vls vlc плеер тоже перемещая вот допустим на 40 минуту вот я переместил то есть принципе логично любой даже тот кто первый раз пользуется программа для монтирования разберется как перемещать здесь курсор но когда я сел за премьер и взял за эту полосу палочку допустим она здесь и начал ее перемещать нужное направление она так медленно двигалась вперед то есть я вот беру и хватаю ее и тяну она нифига не тянется она примерно тянется там на доли секунды и я хочу перемотать на 40 минуту допустим да я пытаюсь я сюда тыкаю мышкой да как вот делается в премьере я могу вот на 45 минуту тыкнуть мышкой и он перемотается на этот момент так же самое и на ютубе да как я уже говорил перемещаю на допустим на нужную мне минуту и тыкаю и она туда перемещается да допустим то же самое и на плеере не буду показывать потому что это долго а здесь нифига не перемещается вот и не тянется вот я долго мучился и поэтому принципе сразу же мне не нравился sony Vegas именно за того что я просто логически не понял как это делать на самом плеере тоже нету никаких ползунков вот я потом разобрался что нужно тыкнуть вот так вот чтобы переместиться то есть на самом видео и что да нужно перемещать именно вот этим вот образом либо же намного легче перемещать это все снизу допустим то есть тыкать внизу и перемещать вот так вот но опять же таки появились такие нюансы это вот эта полосочка который нужно потом в конце всегда раздвигать до самого края иначе будет если вы будете создавать видеофайл то он будет ровно таким сколько насколько расширена эта полосочка то есть если ее сделать вот такое то ваше видео будет длиться там минуты сколько там даже две меньше минуты 51 секунда будет длиться поэтому иногда расширять и очень часто такое бывает что я вот такой тяну и она сама появляется это очень сильно мешает если честно и вообще вот она начинает почему-то двигаться вместе с этой полоской по непонятными причине короче управление именно вот в этом плане мне не нравится хоть убей почему-то не нравится почему нельзя двигать эту полосочку я не знаю ладно тут с этим разобрались тут понятно а примитив да нам нужно к нашему видео добавить интро тут если честно я скажу возможно даже интро легче все таки вставить в вегас про как и обычно мы берем насчет допустим у нас есть интро у меня интро не здесь есть у меня есть с другой игры интро неважно но смеси 129 мегабайт и длится одну минуту перемещаем его сюда как обычный файл да потом чтобы добавить интро в эту программу кстати вот длится оно 55 минут да мы просто перемещаем его вот сюда и теперь но длится немножко больше и если сюда переместить курсор то вот здесь вот идет начало вот оно начало второго видео то есть он его сам просто туда заменил но опять же таки нужно в конце переместить это сюда чтобы захватилось иначе видео в конце будет просто обрезанное и поэтому мне кажется что здесь именно интро добавить намного легче чем в добавить это в примере в примере в принципе то же самое мы добавляем файл сюда но если мы его добавим вот сюда от начала то увы он просто навсего обрежет видео и видно что это уже не начало это уже вырезанный ну вырезанная часть верну обратно и принципе чтобы добавить сюда видео начало самое нужно тянуть через control туда появляется такой значок как стрелочки влево правое влево и через control добавлять и уже видно что видео длится 57 минут вместо 55 и тогда в собственно видно что когда заканчивается интро здесь появляется начало этого видео то есть принципе тут проблем опять же таки не совсем и много надо просто знать что нужно это делать через control потом что я хотел еще вот по поводу даже не добавление видео а именно в управлении файлов вот то есть не файлово управление самой программы вот допустим я перемотаю на двадцатую минуту но мне интересует масштабирование вот здесь вот я хочу промасштабировать я даже чтобы четче показать я вот просто навсего здесь сейчас сделаю такие вот надрезы чтобы было понятно что я масштабирую на самом деле вот я масштабирую файл и собственно там где я масштабирую где держу мышкой та часть увеличивается вот я держу мышкой здесь допустим эта часть увеличивается когда в то же самое время если взять программу sony vegas pro и здесь я сейчас делаю на разрез то масштабирование происходит непосредственно там где находится не курсор а где находится вот этот полоска то есть если я хочу масштабировать здесь то вы масштабируется это на 22 минуте то есть вылезет масштабируется это немножко неудобно потому что мне надо нужно чтобы полосочка была здесь а масштабировал я там где я хотел но вы видите не могу я там масштабировать никак то есть чтобы туда масштабировать мне нужно перетащить сюда вот эту полосочку а потом уже собственно масштабировать если честно это немножко неудобно В плане нарезания Я только что сделал при вас Надрезы и там и там Как происходит Нарезание В Adobe Premiere Вот мы возьмем участок видео И собственно нарезание Происходит очень просто Нужно знать всего две клавиши Это C и V C это лезвие Вот написано C и V Это выделение Обычный курсор, то есть когда нажимаем C Появляется лезвие и я могу Где угодно делать разрезы Могу сделать разрез здесь Могу сделать разрез здесь Допустим Вот Для чего вообще эти разрезы делаются Вот я добавляю V И могу выделить фрагмент Который я вырезал И удалить его, ну к примеру В данном случае Вот, а допустим здесь Я сейчас сюда выключу Допустим здесь Чтобы сделать разрез Мне нужно нажимать Кнопку S Но Если я нажму S Он не смогу я разрезать там Где у меня мышка находится Я смогу разрезать только там Где находится вот эта вот полоска То есть вот я Перехожу сейчас на Вот этот момент И только здесь я смогу сделать Разрез Переношу немножко дальше Делаю разрез здесь Чтобы вот эту часть Можно было удалить К примеру Считаю Я считаю лично Что в принципе Здесь резать намного удобней Особенно это заключается в том Тогда когда На самом деле Видео файлов больше Допустим Вот я сейчас добавлю Дорожку Вот видео дорожку добавил И положу сверху Вот такой вот файлик Да Допустим И резать Видите Оно подсвечивается Те моменты Где уже есть разрезы И Не только разрезы Там где есть эффекты И так далее И я допустим могу Четко разрезать По полоскам В то время Когда То же самое Если сделать В Адоп Ой Не адопа А вегас про Допустим Мы тоже Добавим сюда Ставим Видео дорожку И вставим Аудио дорожку Да Возьмем Вот этот файл К сожалению Он создал Свою аудио дорожку Почему то ниже Ладно Мы тогда удалим Эту дорожку Вот И эту Попробуем Перетянуть ее Вот сюда Ну что было Примерно как и в Премьере То Здесь Чтобы сделать Разрез Здесь же Только на вот этом Видео Нам нужно Что Нужно Перетянуть сюда И в принципе Разрезать Ну Не знаю Примерно Одинаковая Но мне больше Все таки По душе У премьера Мне там кажется Намного легче Мышкой щелкнуть Я хочу разрезать Чем Тянуть туда Курсор Вот этот И Что хотел сказать Естественно Чтобы разрезать Мне Нужно Вначале Выделить Видеофайл А кстати Когда выделяешь Видеофайл Дергается Полозочка Да То есть Ну видно Да Она дергается Влево Вправо И Соответственно Оно Сбивается К тому же Допустим Я хочу Поставить Делать разрез На Ровно На двух Минутах Как мне Здесь Сделать Это На двух Минутах Ну Конечно Можно Взять Внизу И смотреть В принципе Внизу Вот этой Части Экрана Меняются Минуты Вот Ровно На двух Минутах В принципе Даже Вот так Можно Дотянуть А чтоб Тикнуть Туда Ровно На две Минуты Как-то Не Получается В Премьере Жишь В принципе Ну В принципе То же Самое Тут Тоже Не Показывают Ровно На две Минуты Допустим Вот Как Вот Здесь Ну Хотя Бы Есть Такая Полозочка Которая Сверху Двигается Вот Здесь Вот По Которой Можно В принципе Прицелиться На двух Минутах И Разрезать Допустим Здесь Разрезать Здесь Разрезать Ну Мне кажется Таким Образом Проще Но С другой Стороны В принципе Никто Не мешает Поставить Курсор На двух Минутах Ровно Да Вот Так Вот И Сделать Разрез Уже По Полозочке Она Подсвечивается Вот Ровно На двух Минутах Разрез Потому Что Оказывается В этот Раз Я Промахнулся Во второй Раз Только Попал Вот Разрезание В принципе Одинаковое Кнопка В Обычную Стрелочку И собственно Могу Удалять Файлы Допустим Еще один Нюанс В управлении Который Меня Очень Сильно Вымораживает Как Я уже Показывал Что В принципе Чтобы Стрелять Чтобы Смотреть Нажимаю Пробел Потом Пробелом Останавливаю Потом Продолжаю Пробелом Потом Снова Останавливаю Пробелом Потом Продолжаю Пробел Потом Снова Останавливаю Как В Пробелом Так И В любом Плеере Кто знает Не буду Сейчас Показывать Я думаю Все Понимают Но Почему То Не В Вегас Про Начинаю Пробелом Так Я наверное Где то Сделаю Тише Вот Пробелом Нажимаю Пробел А он Перематывает Обратно На ту же Самую Позицию Опять Пробелом Включаю Опять Нажимаю Пробел И Опять Перематывает На начальную Позицию Опять Нажимаю Пробел Опять Допустим Я хочу Ровно На двух Минутах Допустим Остановить Чтобы Ну Вот К примеру Как Обычно Идет Разрезка Нарезка Я Дохожу До Какого То Момента Просматриваю Видеофайл И Начинаю С того Момента С которого Я хочу Вырезать Я Нажимаю Пробел Вот Думаю Вот На этом Моменте Надо Сделать Разрез А он Возвращает Курсор Обратно Мне Это Очень Сильно Не Понравилось Потом Я Конечно Почитал Посмотрел И Оказывается Нужно Было Нажимать Enter А не Пробел Потому Что Пробел Это Воспроизвести А Enter Это Пауза То В принципе Я должен Был Оказывается Вместо Пробела Использовать Enter Не Так Как В нормальных Программах И на ютубе И в плеерах А каким-то Enter Почему-то Потому что Они так Закатили Enter Да Я начинаю Воспроизводить С этого момента Нажимаю И он Останавливает Мне паузу И здесь Я могу В принципе Нажимать S Чтобы Разрезать Допустим Сделать Разрез Вот Потом Снова Enter Вот После этого Момента Нажимаю Enter Я вот здесь Хочу Сделать Разрез И лишнее Удалить То есть Эту часть Удалить Но Опять же Когда я нажимаю На видеофайл Почему-то У меня Еще и Курсор Вот Эта Полосочка Почему-то Идет в то место На которое Я нажимал Видеофайл Это тоже Очень неудобно Потому что Сбилась Именно Настройка Та Которую Я хочу И я могу В принципе Этот файл Удалить К примеру Вот Ну Я сейчас Немножко Неправильно Делаю Потому что Я удаляю Второй Видеодорожки А Видеодорожка Сейчас Воспроизводится Использовать Верхнюю Видеодорожку Нужно Вот таким Вот образом Дохожу До какого-то Момента Нажимаю Enter Разрезаю Разрезаю Что-то Не разрезается Ну Видимо Видите Нужно Еще и Дорожку Выбирать Вот Разрезаю Ну То есть Такие Сдвиги Они Очень Сильно Бесят Потому что У меня Сейчас Не был Выделенный Файл И Соответственно Я его Не смог Разрезать Вот сейчас Выделенный Этот Файл А я Перетящил Полоску Сюда Пытаюсь Разрезать А не могу Я нажимаю С Резать А не Воспроизводится Ее даже Она здесь Не светится Никак Мне нужно Выделить Этот файл Сдвинулся Потому что Точно не получается Сдвинуть Сдвинулся Курсор И собственно Я уже Не там Разрежу Там Где я Изначально Хотел Вот По видео Вот такой Нюанс Очень сильно Бесит И Мешает В то время Вот Я пробелом Нажимаю Просто Срезать Вот он Момент Я этот Хочу момент Разрезать Я его Разрезаю Причем Не важно Что я выделил Я разрез Делал Вот до этого Вот момента Если немножко Не тот момент Я могу С стрелочками Влево Право Перемещать Вот 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 тут Хочу И делаю Разрез Либо на этом Видеофайле Либо на нижнем Либо не знаю Не важно В общем Здесь же В принципе Стрелочками Тоже можно Но опять же Если файл Будет выделенный Другой Вот То даже Если я буду Плавно Передвигать Стрелочками Да Я все равно Не смогу Сделать Разрез Хоть Убей Не смогу Сделать Разрез Там Где У меня Курсор Это так Бесит Честное Слово Мне придется Сюда Клоцать А если Я сюда Клоцаную Я же говорю Я сразу же Собью Момент Вот Как я и говорил Я сбил Момент То есть Уже не там Я считаю Это Большущим Минусом У Vegas Pro Надо Долго Придрачиваться Чтобы Все Сделать Правильно Хорошо С этим Моментом В принципе Пускай Разобрались Здесь Работает Джойстики Работает Вместо Пробела Нужно Нажимать Ну Я имею ввиду Работает Стрелочки Вместо Пробела Нажимать Enter То есть Все Через Жопу И Все Говорят Что Vegas Pro Легче Ну Я же не знаю В каком моменте Он легче Тут Даже Обычном Элементарном Управлении Сложнее И Пускай Мы Разобрались Как Разрезать Теперь Нам Нужно Вырезать Лишние Моменты В принципе Вырезаем Лишние Моменты Мы Допустим Ладно Я Дорожку Верхнюю Удалю Оставим Только Эту Дорожку Тут Видно Что Тупизм И Вот Это То Что Я Только Что Разрезал Мне Нужно Эту Часть Удалить Я Ее Выделяю Нажимаю Delete И Вместо Нее Все Правильно Работало Мне Нужно Эту Вещь Сдвинуть Совместить Да Вот Я Немножко Увеличиваю И Вот Совмещаю Но Опять Ж Так Это Совмещение Работает Только В том Случае Если Больше Нигде Нет Разрезов А Так Как У нас Будет Много Разрезов То Я Совмещаю И Собственно Сдвигается Другая Мне Надо Что Ли Все Совмещать Либо Выделить Какую То Часть А Я Кстати Выделить Ни Хрена Не Могу Я Выделяю Две Через Shift Да А Здесь Совмещение Получилось А Бывает Не Получается Сейчас Я Еще Нарежу Допустим Вот C S То С Меньшу Начну Через Shift Выделять Все Перемещать Перемещается Оно Через Вот Эту Не Ну В принципе Перемещается Какой-то Момент Бывает Не Перемещается Здесь В принципе В Премьере Та же Самая Та же Самая Проблема Когда Переключаем На Удаляем Какой-то Файл А верхние Части Кстати Вот Можно Просто Выделить Без Shift То Можно В принципе Тоже Выделить Пробелом Я Сейчас Больше Сделаю Нарезок Тоже Чтобы Было Видно Можно Допустим Через Shift Выделить Нужные Эти И Собственно Переизбегать Как И Обычно Да Можно Как я Показал Таким Вот Образом Выделить Часть И Двигать Их Как Угодно Но Намного Удобнее Допустим Не Двигать Вот Так Вот А Не Двигать Вот Так Вот А Допустим Просто Вырезать Со Сдвигом Со Сдвигом В примере Вырезается Очень Просто Выбираем Файл Который Мы Хотим Удалить Сдвинуть И Через Shift Delay Удаляем И он Его Сдвигает То есть Чтобы не было Пробелов В Видео Допустим И он Сдвигает Вместе Со Звуком В Sony Vegas Pro Например Я очень Долго Парился И не Знал Как Это Сделать Мне Очень Бесило Постоянно Сдвигать Эти Файлы Оказывается Здесь Есть Внизу Авто Сдвиг Вот И Его Нужно Просто Активировать И Допустим Смотрим Что Тут В принципе Вполне Реально Как И Как Бы Вырезать Лишнее Лишнее Моменты Так же Самое И Наоборот Вырезать Все Остальное К примеру Эту Часть Нам Не Нужна Нам Нужно Всего Лишь Видео Которое Длится Вот Буквально Четыре Минуты То же Самое Можно И Здесь Взять И Лишнее Просто Удалить Это Проблем Нет Интро Как Вставлять Мы Тоже Научились Вот Оно И Собственно Это Теперь Самое Допустим Проблематичное Даже Не Проблематичное А Допустим Сравнение Если Добавить Музыку Ну Грубо Говоря Я Не Сказал Что Здесь Какой-то Где-то Легче Где-то Сложнее Музыка Одинаково Добавляется И туда И туда Допустим Вот Берем Музыку Вот Перетягиваем Ее сюда Либо Сразу Сюда Ну Допустим Лучше Сюда И Добавляем Ее Как На Новую Дорожку Можно Вначале Вставить Аудиодорожку А потом Добавить Музыку Вот И получится Я допустим Здесь Немножко Приглушу Звук Игры Вот Это мы Сейчас Слышим Музыку То же Самое На Премьере Тут В принципе Одинаково Легко Это Делается Как В Премьере Так И Вегас Про У нас Есть Уже Звуковая Дорожка Вставляем Звуковую Дорожку И Восплетаем Вот Проблема Остается Только В том Как Регулировать Громкость Этих Дорожек Здесь Если Понятно Что Нужно Дергать Ползунок И Делать Дорожку Громче Репиши Вот То Здесь В принципе Этого Всего Непонятно С другой Стороны Если Честно Тут Тоже Все Понятно Есть Так Микширование Аудиоклипа И Можно Отдельно Регулировать Как Игру Так Собственно И Так Так Музыку Так Что В принципе Здесь Тоже Проблем Никаких Нет Еще Один Аспект Кстати Вот Чтобы Добавить Или Удалить Дорожки Тут В принципе Не Сложно А Еще Один Аспект Это Наложить Сверху Голос Как Делается Это В Adobe Premiere При Добавлении Есть Такой Микшер Аудиодорожек Чтобы Записать Голос Выбираем Вот У нас Есть Третья Дорожка Вот Она Можем Включить Дорожку Для записи И Собственно Включить Такую Запись Потом В дальнейшем Чтобы Записывать Нужно 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 Нажимать Пробел И Им же Завершить Запись Только Я Допустим Начну Вот Сюда Вот Отсюда Приглушу Дорожку Музыки И В принципе Вот С помощью Пробела Видно Что Запись Началась Можно Прослушать С помощью Пробела Видно Что Запись Началась Вот Чтобы Кстати Увеличить Можно Колесиком Расширить Чтобы Видеть В какие Моменты Когда Было Затишье Или Начну Записывать На Вторую Дорожку Хочу Убрать Могу На Любую Дорожку Вплоть До Первой Дорожки То Здесь Уже Я В принципе Не Понял Как Это Убрать И Поэтому Записывается Только В одном Месте Есть Еще Положительные Положительные Качества Это То Что Индикатор Показывает Мой Уровень Микрофона Во Время Разговора Здесь Ничего Такого Нет Но На самом Деле Просто Навсего Я Это Где-то Выключил Потому Что В противном Случа Я бы Слышал Собственный Волос Так Что Где Конкретно Это Ставится Я Точно Не Помню Но Я Эту Функцию Убрал Чтобы Не Слышать Собственного Волоса Лечится Это Еще Тем Что Можно Просто Громкость Основную Приглушить На Самый Низ Тогда Будет Работать Индикатор Микрофона Но Не Будет Слышано Самого Себя Но Беда В том Что Каждый Раз Приходится Потом Возвращать Это Видео Конечное Будет Без Звука Вот Как я Уже Говорил Здесь В принципе То же Самое Только Дело В том Что Не Пробелом Все Записывается А Приходится Нажимать Гравиш И Потом Собственно Говорить А потом Собственно Ее Ж Нажимать Чтобы Завершить Я Пока Что Приглушу Эти Все Другие Дорожки И Гравиш Говорить А потом Собственно Ее Ну Как то Так То есть В принципе Слышно Было Что Дорожка Гравиш Да Я Приглушил Дорожку Потом Собственно Говорить А потом Собственно Ее Вот Так Вот То есть Вот Она Дорожка В общем Никакой Разницы Между Записью Голоса И Добавления Музыки На видео Я не Заметил Так Удалить Дорожку Удалить Дорожку То же Самое Здесь Удалить Дорожку Удалить Дорожку Вот В чем же Все таки Считается Что Премьер Намного Легче Почему Говорят Что Сони Вегас Намного Легче Удобней Все Конкретно Связывается С тем Что Это в Эффектах В общем Связано Допустим Я хочу Поставить Обычные Видеопереходы Видео Чтобы Между Вот этим Кадром Допустим Вот этим И этим Кадром Был Какой-то Переход Берем Видеопереходы Стандартные Видеопереходы Допустим Масштабирование Растворение Скоржение Допустим Вот я Больше всего Использую Погружение В черный экран Но К сожалению Тут только Написи То есть Это все Нужно Или даже Пустим Скоржение Выталкивание Вот Ставим Хоп Выталкивание Проверяем И вон Можно было Заметить Как было Выталкивание В принципе По поводу Этого У Премьера Намного Все Ой У Вегаспро Намного Все Проще Тут Потому что Тут все Показывается В картинках Какой Эффект Вы Желаете Взять Такой Эффект В принципе И видно То же Самое Замещение Либо Вытеснение Масштабирование Растворение Растворение Включая Собственно И затухание Черным Как и В том Случае А вот Искорежение То есть Можно поставить Этот эффект Вот здесь Единственное Что Конечно Выскакивают Такие Всякие Настройки Ну Пускай Блин А куда Я его Вставил Только Что Вот Наверное Так Что Тут Проблем Нет Все В принципе То же Самое Единственное Конечно Что Здесь Наглядно Все Выглядит И Важно То Что Не только Но Не только Переходы Но и Эффекты Вот Волна Видно Все Искажения И так Далее Зеркало Вот Допустим Черный Белый Деформация Допустим Возьмем Поставим Деформацию Над этот Участок Видео И Видим Деформацию Данная Деформация Мне не Очень Нравится Допустим Волна Деформация То же Самое Можно Поставить На Какой Нибудь Видео И Сообщенно Видно Что Эффекты Эти Работают Так У меня Теперь Пошли Скачки В Памяти Оперативной Ее Явно Не Хватает Поэтому С этими Не буду Разбираться Пока Что Как я Уже Говорил С Эффектами Потому Что Эффекты Обычно Новичку Не Нужны Вот А Что Конкретно Нужно Это Скорее Всего Либо Добавление Текста Либо Добавление Картинок Либо Картинка В Картинке Допустим Да Посмотрим Как Делается Картинка В Картинке То Есть Добавим Еще Один Видеодорожку Выше Вот Допустим Берем Видеофайл Не буду Я Долго Думать Возьму Тезу Готовый Видеофайл И Вставляю Сверху И Получается Видно Только Верхнюю Вот Но Так Как У нас Есть Ну Как Мы Хотим Картинку Картинки Дорожку Аудио Мы Удалим Вот Есть Такая Кнопочка Вот Она Находится Чтобы Масштабировать И В ней Уже Можно Собственно Меньшать Либо Увеличивать Размер Картинки Видно Что Она Меняется И На Фоне И Собственно Двигать Но Только Вот С Каким То Багом Вот Видно Что До Края Она Так Не Достает Почему Я Так И Не Разобрался Долго Разбирался И Так И Не Понял Там Каждый Раз По Разному Вот Как Сделать Картинку Картинки В Том Самом Премьере В Принципе То же Самое Берем Налаживаем Сверху Видео Файл Только Отменим Связь И Удалим Звуковой Файл И Допустим Его Поставим Сюда Вот Он Так Же Само Заменяет Верхний Но Дело В том Что Чтобы Его Изменить Его Размер Нам Нужно Будет Только Два Раза Коснуть Здесь И Уменьшить Его Размер Что Намного Легче Также Прямо Здесь Можно Изменять Его Положение Что Опять Же Таки Намного Легче Вот Можно Конечно И Не Так Можно Можно Конечно И По Другому Для Этого Есть Элементы Управления Эффектами При Выделении Видео Или Допустим Видео И Аудио Есть У нас Эффекты Громкости И Эффекты Видео Громкость Можно Регулировать Непосредственно Полосочкой Допустим Да А И Так же Само Можно Видео Допустим Выделяю Это Видео Выбираю Движение И Есть У нас Во-первых Масштаб Во-вторых Положение По Координатам Если Немножко Сделаю Смещение То Смещение Происходит И Здесь Вот Что Намного Проще Так же Самое Здесь Есть И Повороты И Прозрачность К примеру Можно Поставить Другую Прозрачность Немножко Вот Становится Прозрачным Эффекты И Что Не менее Важным Не менее Важным Является То Что Есть Специальная Полоса В которой Есть Специальные Три Точки В которой Можно Это Все Делать Плавно И Перемещая Как бы По Времени То Есть В одном Промежутка Времени Будет Находиться Здесь В другом Промежутке Времени Будет Находиться Здесь Как Это Собственно Сделать Ну Очень Просто Перемещаем Просто В другое Положение Допустим Вот сюда Допустим Не будем Далеко Вот сюда И В принципе Уже Здесь Черт Уже Здесь Можно В принципе Поставить Новую Точку Положение И Масштаба Допустим В Которой Этот Файл Будет Находиться Вот Здесь Ничего Не получится Потому Что К сожалению Вылетела С памятью Тяжело Работать С Двумя Программами Для монтирования Одновременно И Потому Что Обе Они Очень Прожорливые Выли Не всю Память Но Я Сохранился И Собственно Решил Дозаписывать Эти Сравнения В Простоте И Вот Собственно Как я Уже Говорил У меня Остался Этот Проект Целости И Сохранности Перед Тем Как Я Закончил Запись Прошлый Раз Я Нажмал Сохранить И Собственно Должно Вернуться Все С того Момента С которого Мы Закончили Я Сразу В Некоторых Местах Объясню Как Что Дело Долго Что-то Грузится Сейчас Видео Подтянет Вот Собственно Я Если Не Ошибаюсь В Прошлый Раз Сделал Картинку В Картинке Вот Картинка В Картинке И Я Хотел Показать Это Что Это Перемещение Собственно Одной Картинки Внутри Другой Картинки Перемещать Можно В принципе Потому Меру Все Что Угодно Допустим Не Только Видео Я Сейчас Продемонстрирую Это На Сам Деле Видео Основное Движется Допустим И Видео Внутри Маленькой Картинки Движется Вот Что Я Вообще Хотел Показать Я Хотел Показать Что Есть Такие Точки Да Вот Точки В Которых Собственно Я Могу Переключаться Между Ними И Собственно Вот Этими Стрелочками Например Здесь Точки Будут Одни Потом Перемещаемся Немножко Дальше Ставим Новые Точки Вот Причем Точки Одни Это Положение Вторые Это Масштабирование В этих Точках У нас Будет Масштаб Больше Допустим Да Кстати Можно И Точки Прозрачности Поменять Прозрачность Будет Меньше Такой Вот И Видно Да Что Тут Эти Точки Даже Их Можно Перемещать Вверх Вниз Вот То есть Можно Манипулировать Точками Уже Непосредственно В 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 Работы И Собственно Положение Ну Положение Я перемещу Просто На Всего Двойным Кликанием И Переставлю Сюда Даже Наверное Сюда И Можно Посмотреть Что Получилось Во Первых Фотография Становится Больше Прозрачнее И Переместилась Справа Если Не Видно Конечно Вот Потом Можно Поставить Другие Точки И Что Мне Нравится То Что Разные Эффекты Конкретного Видео Можно Подставлять Под точки Других Эффектов Если Не Ошибаюсь В Премьере Такого Нет То Я Могу Поставить Точку Здесь Хотя В Принципе Не Обязательно Вставить И Другие Места Тоже Точки Можно Поставить Точку Здесь Перемещаться Можно Между Точками Как Я уже Говорил Непосредственно И Стрелочками Вот И Допустим В Этой Точке Я Хочу Поставить Масштаб Обратно Вернуть Маленькому Вот Здесь Поставлю Точку Раньше Внизу Здесь Вот И Поставлю Прозрачность Собственно На максимум Прозрачность Можно Ну Как и все Остальные Цифры Можно Просто Допустим Писать На клавиатуре Это Непринципиально Вот И Собственно Как я уже Говорил Сами Точки Можно Передвигать Параметры Точек Можно Менять Считаю Это Вполне Удобным Посмотрим Что у нас Получилось А Еще Я хотел Положение Поменять Вот У нас Есть Положение Возьмем Третью Точку И Положение У нас Будет Вот Здесь Я Расширю Больше Экран Чтобы Было Лучше Видно Увеличивается И перемещается И повышается Размытость И Собственно Повышается Четкость И перемещается В эту Часть Экрана Видно Да То есть В принципе Так же Само Можно Манипулировать Чем угодно В данный момент Мы Манипулировали Видео Можно Добавить Текст Вот Как Добавить Текст Много Кто Добавляет Текст В Одок Ну В свое Видео В принципе Это несложно Добавить Новый Элемент И Собственно Заголовок Ставим Параметры Такие же Самые Как И В Оригинале Видео Допустим Да Можно Написать Заголовок Можно Ничего Тут Не писать А ставить Как И есть Появляется Такой Редактор Текста Вот С Маленьким Экранчиком Здесь Мы В принципе Тут Куча Всяких Разновидностей Стилей Шрифтов Допустим Можем Написать Какой-нибудь Текст Напишу Текст Вот Выделю Его Поставлю Ему Какой-нибудь Стиль Типа Свечение Вот Больше Размер Допустим 200 Вот И Собственно Тут Много Много Каких Параметров Можно Можно Поставить Во-первых Цвет Выберу Допустим Алый К примеру Вот Свещение Да Внутренние Внешние Обводки Допустим Внешняя Обводка Добавлю Допустим Тип Край Тут В принципе Я не буду Это все Показывать И тоже Поставлю Какой-нибудь Такого Цвета Только Алый Не буду Все Показывать Потому что Это нужно Каждый Будет Себе Разбираться И В принципе Закрываем И все Потом Мы Добавляем Его Как Новый Новую Панель Да Как Новое Видео Можем Его Растягивать Можем Его Сужать Собственно Не важно И Когда Мы Его Включаем То В принципе Этот Текст Остается Здесь Так же Само Мы Можем Его Выделить И Так же Само Манипулировать Его Прозрачностью И Движениями Это Не Сложно Не Буду Показывать Потому что Это Будет Тупо Повторение Вы Можете Сделать Чтобы Он Мигал Дергался Искажать Его Эффект Он Налаживать В принципе Все Что Угодно Та Ж Фигня Можно И С Картинками Допустим Вот Берем Обычный JPG Картинку Вставляем Ее В Принципе В Наш Проект Вот Мы Можем Ее Перетащить На Новый Экран Ну Допустим Вот Так Вот То есть Видимые Объекты Будут Всегда Выше Текст На Экране Единственное Конечно Что В данном Случае Так Как У нас Картинка Имеет Расширение Намного Больше Чем Видео То Естественно Мы Масштаб Ее Немножко Уменьшим Подгоним Ее По Ширине Да Вот Либо Либо Маленькое Сделаем Допустим Да Так Надо Выбирать Картинку Щелкнуть Два Раза Ну Выделяется У нас Верхний Поэтому Положение Сейчас Можем Выбрать Только Сейчас Вспомню Где Ну Либо Цифрами Конечно Либо Убрать Пока Текст И Можно Конечно И цифрами Просто Положение Менять Цифрами Вот Как-то Так Допустим Допустим Здесь 300 А Здесь 600 Потом Этими Положениями Можно Манипулировать Либо Здесь Конечно Есть Переименовать По-любому Здесь Где-то Какая-нибудь Штука Типа Перемещение Переименовать Наложение Кадров В общем Ладно Эту всю Фигню Можно В принципе И разбираться Самому То есть Вполне Реально Можно Делать Кадр В кадре Да Можно Значит Вставлять Туда Картинки Какие Угодно Да Как любят Многие Там Всякие Мемы Вставлять И так Далее Можно Вставлять Тексты Как Вставлять Так И Убирать Их В принципе Я же Уже Показывал Что Они В принципе Вот Такими Вещами Можно Делать И Хотел Обобщить Что В принципе Здесь Все Достаточно Просто Это Как Б Делается Единственный Конечно Нюанс Что Мне Не Нравится Очень Бесит Это То Что Когда Слишком Много Таких Вот Вещей Да Вот Они Допустим Ну То есть Много Дорожек Сильно Видео И Аудио К сожалению Верхние дорожки Допустим Где-то пропадают И Как Их Скролить На Верхнюю Дорожку Я Если Честно Не Понимаю Тут Есть Какие-то Скролы Но Мне Кажется Они Просто Просто Растягивают Нынешние Да Они Просто Их Растягивают А Как Перемещаться А Вот Даже Можно Вот Так Перемещаться Кто Знал Вообще О Таком Нужно Было Здесь Зажмать И Перемещать То В принципе Можно В Сони Вегасе Там По-моему Немножко Проще Ну В принципе Здесь Можно Разобраться Как я уже говорил В принципе Эти программы Полностью Идентичные Только Управление Другое Другие Комбинации Клавиш Другие Там Функции А так В принципе Все то же самое Ничего Абсолютно Сложного Нет Я еще Записал Что я А Самое Важное Допустим Что мне Кажется Допустим Ну Я не знаю Может это тоже Есть В Сони Вегасе Вот Допустим К примеру Я Дублирую Эту вещь И вставляю В принципе Вот как то Вот так вот Допустим Разные Пайлики Так Чтоб Переместить Сюда Нужно Вот так Вот Сделать И Добавляем Вот сюда Вот К примеру Я просто Текст Два раза Использовал Либо У меня Много Текстов Как я Делал Куча Куча Текстов Разных И расставляю Подальше 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 А теперь Смотрите Я делаю Нарезочки Допустим Здесь И здесь Да И мне Так уж Получилось Что Мне нужно Просто Эту часть Удалить Ну потому Что Эта часть Мне не нужна В видео Я ее Удаляю В принципе Проблем Нету Да Можно Если удалить Через Shift Delete Как я Показывал То Идет Сдвиг Ну Я К сожалению Даже Удалить Здесь Не могу Так И вот Мне Просто От Жутко Интересно Что Будет Если Что Будет Если Попробовать Удалить Вегас Про Будет Ли Смещение Эффектов И так Далее Потому Что Под Каждый Кадр Который На Этой Дорожке У Меня Разложены Эффекты А Там Кто Помнит Есть Такая Галочка Которая В Сони Вегас Смещение Делает Вот Так В принципе Я вроде бы Начально Все Объяснил Тут Я не Объяснял Как Налаживать Эффекты А Еще Можно Конечно Показать Еще Один Нюанс Который Я Допустим Не Показал Это Регулировка Звука Бывает Такое Что У вас Допустим Одна Аудиодорожка Со Звуком Для Допустим Игровой Звук И Одна Аудиодорожка С Вашим Голосом И И вот Вы прослушиваете И вам Такое Ощущение Что В какой-то Момент Допустим Стрельба Перекликивает Ваш Голос Получается И не Слышно Вас Вот В принципе Тут Ничего Сложного Нету Допустим Расширяем Эту Дорожку Смотрим Какие Моменты Громкие Сигналы Идут Допустим Да Вот Громкие Сигналы Вот И Я тут Изначально Просто Микширование Занизил Громкость Нет Не занижалось Ничего Допустим Представим Что мой Голос Это Не голос Это Музыка Которая Допустим Я поставлю Сейчас Какую-нибудь Такая Музыка И Включим Сейчас Заново И Вот Допустим Стрельба Переглушит Мой Голос И Что Можно Сделать Собственно Тоже Расширю Чтобы Видно Было И Кстати Как я В прошлый раз Сделал Вот так Сделаю Четко Четче Видно Хотя Вот Опять же Таки А Можно Вот так Сделать Это Даже По своему Тоже Тут Немножко Притрачится И Все И Я Хочу В игре В этот Момент Кстати Почему-то Звук Здесь Занижен Был В игре В этот Момент Хочу Значит Сделать Затухание Именно В этот Момент В принципе Здесь Можно сделать Все Достаточно Просто Выбираем Эту Звуковую Дорожку Да И В этой Управлении Эффектами Да Выбираем Громкость Вот Уровень И Собственно Что Мы Ставим Точку Точку Потом Немножко Проматываем Вперед Допустим Стрелочками Ставим Еще Точку Да Потом Проматываем До того момента Где мы Хотим Закончить Ну Либо Стрелками Либо Конечно Так Протянуть Ставим Точку И Через Пару кадров Еще Одну Точку Для Чего Собственно Для Чего А для Того Чтобы Между Этими Точками Уменьшить Уровень Громкости Например Вот Этой Точке Я Поставлю 0 К примеру 0 Вот Этой Точке Поставлю 0 И Получается У нас Такой Квадрат Здесь Звук Нормальный Здесь Опускается До 0 Здесь До 0 Держится Потом Поднимается И Снова Идет Дальше Вот Опять Лишь Таки Здесь Можно Прям Как я Уже Говорил Прям На Самой Панели Регулировать Вот Менять Положение Этих Точек Если Вы Вдруг Промахнулись Можно Это Делать Даже Непосредственно В Редакторе Правда Немножко Грубовато Вот Ну К примеру Вот Так Вот То есть В принципе Тут проблем С этим Нет И Можно Прям Здесь Регулировать И Саму Громкость Вот Вот Так Вот Это К примеру Могут быть Не только Выстрелы Это Могут быть Ваши Допустим Чихания Как я Уже Говорил Которые Хочется Там Убрать С Видео Чтоб Их Не было Слышно Находим Момент В котором Мы Допустим Чихнули И Собственно Убираем И Допустим Воспроизведем Я Немножко Тоже Сделаю Тише Вторую Дорожку С этим С Музыкой Чтоб Она Громко Не И И Вот В принципе Полностью Выстрелов Не Слышно А тут Они Вернулись Слышно Да Такой Момент Честно Скажу Тоже Самое Можно Сделать И В Сони Вегас И Я Покажу Как Вот В принципе Тут Проблем Нету И Еще Один Нюанс Это Хотел Показать Регулировку Громкости В режиме Реального Времени Допустим К примеру Я хочу Чтоб Музыка Вот Именно Вначале Она Вот В какой-то Момент Слишком Неприятные Звуки Я хочу Их Тоже Убрать Но Мне Ленит Это Вырезать Тучками Ставим Значит Записать Ключевые Кадры Включаем Запись И По звуку Уже Решаем Здесь Поднимаем А Здесь Опускаем Потом Опять Поднимаем Потом Опять Опускаем Нажимаем Пробел И Видим Как Вот Здесь На Координатной Прямой Как На ней Появляется Множество Точек Просто Большое Количество Я сейчас Увеличу И Перетяну Покажу Вот Затухание И Наоборот Повышение И Сейчас Мы Воспроизведем Не Поверите Но То же Самое Есть И В Sony Vegas Вот То есть В принципе Тут Разобрались Все Что Обычно Хотят Сделать Начинающие Пользователи Минимальные Нарезки Минимальные Звук Добавить Убрать Звук Обрезать Видео Картинок Добавить Либо Еще Видеушку Сверху Либо Как-то Соединить Эффекты Добавить Я же показывал Да уже Эффекты Как добавлять Либо Не показал Да не Показал Значит Как эффекты Добавлять Там Множество Всяких Эффектов Например Контроль Изображения Черно-белое Я хочу Добавить Черно-белое Изображение Вот хочу И все Вот допустим Опять же Таки Вот в этом Видео Вот Иди сюда Я хочу Переделать В какой-то Момент Черно-белое Мы добавляем Черно-белое Можем Перетащить Сюда Можем Перетащить Этот Черно-белое Прямо Непосредственно Вот сюда Вот Ну Неважно Короче Вот Появилась Черно-белая Картинка Но У нас Мы можем Управлять Этими Эффектами Всеми Или Не можем Не Наверное Черно-белое Мы не можем Добавлять Картинку Допустим Ладно Уберем Черно-белое Добавим Баланс Такой Вот Здесь Как видно Здесь Можно Управлять Всеми Параметрами Вот Поставим Картинку Поставим Здесь Координатную Прямую То есть В принципе Когда мы Добавили По-моему Ничего Не изменилось Теперь Ставим Такие Часики Везде И Можем Уже Ставить Точки Изначально Точки Уже Поставлены А Допустим На Вот Этом Промежутке Времени Поставлю Точку В Которой Цвет Какой-нибудь Конкретный Понизится Сюда А Этот Допустим Наоборот Повысится Например Вот А Здесь Ну Тоже Допустим Понизится Я не знаю Вот Потом Немножко Промотаем Да И Собственно Сделаем Точки В которых Мы Все Вернем Обратно Ну Вот Хочется Еще Допустим Обратно Если Не Ошибаюсь 100 Чтоб Не Дергать Ползунки Возвращаемся На 100 Смотрим Что Теперь Получилось Нормальное Изображение Потом Хоп Ну Я Слишком Близко Поставил Точки Все Все Было Видно Изменения Но Эти Точки Можно Порастягивать Там До Определенного Момента И Как Вот Я Показывал В клипе У меня Вокруг Рамки Менялись Цвета Самой Рамки Вокруг Менялись Цвета Текста Вот То есть В принципе Это Ничего Сложного Нет Возможно Здесь Кажется Что У Эффектов У Премьер Про Слишком Маловато Но Как Я Уже Говорил Если Хочется Слишком Крутые Спецэффекты Поставить То Нужно Скачивать Adobe After Effect Вот И В принципе Сохраненные Проекты Которые Я Просто Сохранил Да Сохранить Сохраненные Проекты Уже Открывать Непосредственно В нем Редактировать В нем Вот Там Все Останется То же Самое Ваше Видео Ваши Нарезки Все Останется Потом Собственно Сохраняйте Проект Обратно И В принципе Можно Потом Возвращаться Обратно Работать В Adobe Premiere Pro Уже С Эффектами Вот Но Я Пока Что До Того Момента Не Дошел Я В принципе Как И Говорил Обычный Допустим Ютубер Который Снимает Видео Для Ютуба И Нужно Там Всего Там Добавить Картинок Добавить Музыку Добавить Голос Немножко Нарезать Немножко Где-то Сделать Громче Где-то Тише И В принципе Все Больше Там В принципе Ничего Не Нужно Тут Можно Полазить По Эффектам И так Далее Ладно Шум Зерно Тоже Вот Взять Я тоже Покажу Допустим Шум Добавлю На это Ж Видео Добавилось Да Добавилось Уровень Шума Опять Жж Таки Можно Поставить И Точками Ну Допустим Уровень Шума 50 И Видно Что Изображение Стало Шумным Вот 0 Вот Такое Дело Ладно Сохраню Проект И Выйду Потому Что При Работе С Эффектами Оперативную Память Просто Программа Выедает Целиком И Полностью Поэтому Я Запущу Vegas А Эту Программу Закрою И Обобщу Немножко Именно Неудобность Vegas Pro Как я Уже Показывал Это То Что Тяжело Выбирать Видео Потому Что Все Ребен Курс Меняется Тяжело Нарезать Потому Что Нужно Вначале Выделить Видео А Потом Собственно Нарезать Это Это Если Честно Ну Так Просто Бес И Так Мешает Я Не Знаю Как Будто Программа Специально Против Меня Работает Я Не Знаю Почему Все Говорят Что Это Легче Но Нифига Не Легче Вот Кстати Открылся Предыдущий Наш Проект Вот Как Я Уже Говорил Чтобы Нарезать Например Верхнее Видео А Если У меня Выделено Это Даже Если Я Перетащу Туда Курсор Я Не Смогу Его Резать Нарезка Не Работает Мне Нужно Выделить Это Видео Верхнее Я Предполагаю Что Чтобы Это Сделать И Не Сдвинуть Курсор Мне Нужно Нажимать Здесь А ну Попробуем Не Все Рано Не режет Прикиньте То есть Мне Надо Нажимать Здесь А При Этом У Меня Курсор Немножко Съезжает И Кстати Я В прошлый Раз Ну То есть Я вчера Снимал Видео И В принципе У меня Закончилась Оперативная Память Мне Все Вылетело И Я Уже Не Захотел Дальше Снимать А Хотел Значит Поговорить О том Как Перемещать Значит Те же Самые Картинки Тут В принципе Та же Самая Есть Интерполяция Ключевых Кадров Вот Источник Положение Как Конкретно Это Здесь Сделать Я Не Разбирался Я Просто Посмотрел Чужую Видюшку Вот Предположим Что Вот У нас Сейчас Видео Находится Здесь Я Захочу Его Переместить Вправо Сглаживание Фиксированное Соотношение Сторон Свободное Перемещение Блин Я же Видел Где-то Здесь Ширина Высота Но Я Так Предполагаю Здесь Можно Менять Зараза Что Что Я Все Запорол Короче Я Почти Увесен Что Перемещать Можно Просто Надо Разобраться Как И По-моему Я Видюшку Запорол Поэтому Добавлю Обратно Только Без Аудиодорожки Единственное Что Здесь Разобраться Так Это Как Увеличивать И Уменьшать Вот И Предположим Что Нам Нужно Еще Вставить Текст Текст Вставлять Немножко Сложнее Кстати Вот Курсор Находится Здесь А мне Срочно Нужно Что-то Увеличить Здесь И я Не могу Это Тоже Очень Бесит Потому Что Я Бывает В Премьере Допустим Здесь Увеличу Посмотрю Здесь Увеличу Посмотрю Здесь Здесь Постоян Нужно Двигать Курсор Вот Так Вот Чтобы Здесь Увеличить Посмотреть Потом Нужно Передвигать Курсор В Другое Место Чтобы Тут Увеличить Посмотреть Это Неудобно Мне кажется Намного Быстрее Мобильнее Просто Наводить Курсор И увеличивать Там Где Я Ну То есть Стрелку Мышки И Там Где Стрелка Мышки Там И Увеличивать Мне кажется Это Удобнее И Нарезать Легче Не только Выделенные Файлы Вот То есть Это Явные Минусы У Vegas Про И Это Только Усложняет И Пользование Им Вот Допустим Опять же Таки Я хочу Ставить Видеодорожку Кстати Как я уже Говорил Здесь Намного Все Проще Здесь Есть Такой Простой Скрол Который Я могу Перемещать Его Туда Сюда И Собственно Работать С Показывал В Adobe Premiere Немножко Все Немножко Запутанней Так что Здесь Я согласен Здесь Лучше И Мы Хотим Добавить Текст Чтобы Добавить Текст Как я Понял Нужно Вставить Текстовый Медиафайл То есть Он Вставляется Не Здесь Как В Adobe Premiere Да Что Текстовый Медиафайл Это Собственно Как и Все Стальные Звуковые Видео И Другие Файлы Здесь Текстовый Медиафайл Почему То Вот Здесь Вставляется Не Знаю Появляется Генератор Текста В Принципе Ничем Не Отличается От Обычного От Обычного Значит Как И В Premiere Текстовый Блин Напишем Тест Я Не Знаю Цвет Текста Ну Пускай Будет Крас Розовый Я Не Знаю Местоположение Контур Что Здесь Маловато Функции Если Честно Тень Тень Пускай Будет Такого Цвета Функции Есть Но Просто Я Сейчас Немножко Скептически Отношусь Потому Что Я Привык Работать С Текстом В Adobe Premiere Поэтому Для Меня Тут Как То Выглядит Как То Тупо Допустим Контур Будет Таким Розовым Тень Я Уже Показал Ну И Собственно Наверное Все Что Ли Вот Появился Текст Хочется Надо Так Переместить Но Увы Вот Текст Я Тоже Могу Перемещать По Ширине Как Я Хочу И В Принципе Он Тоже Будет Висеть И Я Предполагаю Генерировать Media Файлы Щелкнуть Чтобы Ну Это Настройки Понятно Спецэффекты События Может Есть Спецэффекты Передвижения Вернее Перемещения Волна Шум Ну Эффекты Добавлять Не сложно Мне Больше Интересовало Бы Вот Это Наверное Я Могу Тоже Предположить Я Не Уверен Что Точки У Нас Находятся Вот Здесь Где-то Внизу Вот Они Ключевые Кадры Как их Добавить Наверное Вот Добавляем Ключевые Кадры Перемещаем Какой-то Момент Добавляем Ключевые Кадры Вот В этом Ключевом Кадре Мы Допустим Поставим Текст Положение Путь Масштаб Вот Масштаб К примеру В этом У нас Будет 50 А В этом Кадре У нас Будет 100 Ну К примеру Я Не Знаю Закроем И Проверим Что Изменилось Я Пока Не Знаю Ничего Не Изменилось Странно Я Видимо Что-то Не Так Сделал Вроде Все Правильно Сделал Тихо А ну Давайте Попробуем Не с Текстом А с Видео Видео У меня Как-то Попроще Получалось Тут Есть Ширина Высота И Мне Больше Интересует Перемещение Если Мы Сейчас Можем Переместить Его Вот Вначале Оставим Здесь Точку Потом Немножко Переместим Поставим Еще Точку Переместим Поставим Еще Точку Вот Значит Как я понял Можно Перемещаться Между Точками Здесь Тоже Вот Предыдущий Ключевой Кадр И Здесь Поставим Положение Ширина Ось Угол Отглаживания Масштаб Сдвиг По Оси XY 0 Наверное Мы Поставим Еще Одну Точку Здесь Вот Чтобы В этой Точке Можно Было Во-первых Масштаб До 60 Увеличить А во-вторых Сдвиг По оси X Поставлю Блин 10 Что ли Наверное 10 Мало Здесь Верну Обратно Масштаб Даже Не Будет 20 А По Сдвиг По оси 60 К примеру Я не знаю Теперь Попробуем Воспроизвести Это Видео Я не уверен По-моему Ничего Не меняется Какого Хрена Я Если честно Не знаю Вот Ну В общем В принципе Понятно Единственное Конечно Еще Я слышал Что Можно Прямо В самом Видео Где-то Тут Таким Управлять Менять Ключевые Кадры Вот Которых Я К сожалению Здесь Нигде Не вижу Они Тут Вроде Как Должны Где-то Быть Я Этих Ключевых Кадров Не Вижу Может Быть Они Где-то Здесь Движение Дорожки Даже Не Скажу Тут Надо Разбираться Опять В зависимости От того Какая Программа Вам Больше Нравится В той Вы Больше Разбираетесь Ну В принципе Понятно Тут Надо Разобраться Посмотреть Гайды Есть В интернете Куча Гайдов Тут В принципе Вообще Проблем Нет По-моему Даже Гайдов На Вегас Про Намного Больше Чем На Адоб Премьер Текст Мы Вставили Видео Мы Вставили Звук Мы Вставляли Да Насколько Я знаю Это В принципе Все Делается Одинаково Просто Что Мы Еще Могли Забыть Да Вроде Вроде Бы Как Все А Ну Регулировка Звука Мы Хотели Регулировать Звук Да Вот У нас Есть Значит Музыка Которую Почему То Я Не Слышу Видимо А Потому Что Мы Ее Приклон Ну Ну Прошу Прощения Вот Вот Музыка Да Регулируем Громкость Музыки Здесь Вот Регулируем Значит Громкость Так Я Не Помню Что Это У Нас За Дорожка Это Дорожка Звуковая У Нас Здесь Нет Музыки Я Понял Значит Это Та Часть А Кстати Как Я Уже Говорил Чтобы Выделить Этот Промежуток Да Вот Просто Выделить Все Файлы Представьте Что Здесь Нарезок Не Вот Столько Сколько Я Щелкаю Да А Просто Штук 50 Маленьких Маленьких Нарезков И Согласитесь Выделять Их Вот Так Вот По Одному Через Shift Чтобы Сделать Сдвиг Какой То Немножко Сдвинуть Их Право К примеру Или Лево Ну Не важно То Согласитесь Наколько Это Сложно Сделать В Премьере Можно Было Просто Выделить Эти Файлы Мышкой Как Просто В Проводнике И Собственно Перемещать Здесь Допустим Как я уже Говорил Нужно Такую Херню Страдать Вот Вставим Обратно Музыку Если Не ошибаюсь У нас Тут Есть Музыка Нет Мы Сюда Не Вставляли Вставим Тот Же Самый Даб Степ Вот Поставим Сюда И Собственно Переместим Курсов Сюда Вот Какой-то Непонятный Деп Степ Зато Бесплатный Вот И Мы Хотели В какой-то Момент Вырезать Здесь Звук Ну Вот Мне Не Нравится Допустим По Звуку Вот Это Тот Момент Отсюда Даже Видно Да Вот До Сюда Допустим Делаем В принципе То же Самое Только Вначале Нужно Нажимать Где-то 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 Здесь Кнопку По-моему Вот эту Нет Наверное Тут Нету Наверное Да Вот Появляется Как видно Вот такая Полосочка Которую Можно Регулировать Вставляем Ей Ключевой Странно Тут Раньше Было Добавление Добавить Точку Вот Допустим Да И Где-нибудь Здесь Добавляем Еще Две Точки Вот Потом Собственно Как и В предыдущем Случае Можно Вот так Вот их Перемещать Как Как и В предыдущем Случае Можно Вот так Вот Делать Громче Тише И Собственно Приведет Это Все Так К тому Ну Тут Не Слышно Потому Что Я Слишком Масштабирование Большое Сделал Но Приведет К тому Что Тут Часть Вы Слышать Не Будете Вот Но Есть Еще Такой Вариант По Моему То же Самое Здесь Только Я Сейчас Масштаб Немножко Уберу Подальше И Кстати Ладно Я так Уши Быть Поставлю Дальше Чтоб Было Слышно Тишина Да А Теперь Вернулся Звук Хорошо Как Бесит Этот Пробел Так Нажимаем Здесь Есть Еще Вариант Допустим Мне Нужно В режиме Реал Тайме Да То То есть В реальном Времени Делать Тише Или Громче Как Я Делал Это На Adobe Premiere Мы Ведем Сюда Потом Начинаем В какой-то Момент Делать Тише Громче Тише Громче То есть Можем Регулировать Та же Самое Как И Собственно В случае С Adobe Premiere Видно Да Плавные Переходы Громкости Тише Громче Тише Громче То есть В принципе То же самое Где проще Где сложнее Ну Я не знаю Я не скажу Даже Где это сделать Проще Где это сделать Сложнее Единственное Что я До сих пор Пока что Не понял Как перемещать Картинки Но Я уверен Что их Вполне Реально И легко Перемещать Просто Надо Разобраться А как я Показывал В Adobe Premiere Нужно Нужно Было Только Два Раза Кликнуть На Мышкой На Экране И Собственно Перемещать Ее Уменьшать Увеличивать Здесь Жж Такого Я В принципе Не понял До сих Как с этим Текстом Работать Как его Тут Перемещать Ну Масштаб Ну Точки Вот В принципе Вроде бы Полоса Да Вроде бы Вот Если сюда Перенести И Добавить Здесь Точку А потом Добавить Масштаб 900 Должно В конце Быть Большое Изображение Может Сохранить Не знаю Но Ни хрена Не увеличивается Этот текст Дальше Сот Процентов Блин Никаких Изменений Почему Беспонятнее Ладно Тут Есть Проще Вариант Я Смотрю Тут Есть Текст И Тоже Можно Ставить Точки Вот Ставим Точку Здесь И Ставим Точку Вот Здесь В Этой Точке Я Хочу Поменять Параметры Цвета Текста Он У Меня Будет Синий Вот А в этой В этой точке Красный Вроде Все правильно Сделал Да Что это за Кнопка Нажму Ни фига не меняется Вот Хоть Убей Хрень Какая-то Ни смещения Ничего Обычное Редактирование Создание Привязки Может Создание Привязок Это Как раз То Самое Нет Разделение Касательных Может Маска Видимо Я Просто Где-то Туплю Ладно Как сохраняются Проекты В принципе Обычно Там Допустим Я уже Сохранял Проект Поэтому Тут Просто Можно Сохранить Как И собственно Сохраняются Все время Проекты Файлы В Премьере Жишь В принципе Нет Необходимости Сохранять Тогда Просто Нажимаете На Сохранить Не важно Где он Сохранится Он Сохранится В любом Случае В самом Премьере При Открытии Что В принципе Тоже Немножко Легче Мне А так В принципе Обычная Программа Как Программа Обе Можно Работать С двумя Мониторами В обеих Программах Какая Из них Вам Показалось Легче Это В принципе Выбор Ваш Можете Выбирать Как И Vegas Pro Если Вам Очень Сильно Хочется Допустим Наглядно Видеть Эффекты Которые Кстати Намного Больше У Vegas Pro Их Тут Очень Много Эффектов Какие Угодно В принципе Я бы не сказал Был Что Эти Эффекты Нельзя Сделать На Adobe Premiere По Моему То же Самое Можно На Adobe Premiere Сделать А Если Чего Нельзя Как Я Уже Говорил Есть Программа After Effects Который Можно Сделать У них То же Самое Что И На Vegas Pro Возможно Даже Лучше Вот так Вот В общем Ладно На этом Все Спасибо За Просмотр Решайте Для себя Сами Какая Программа Для вас Легче И Не Слушайте В принципе Тех Кто Просто Привыкли К Конкретной Программе Допустим Да И Говорят Что Вот Vegas Pro Легче И Удобнее Потому Что Тут Есть Наглядные Картинки И Все Остальное Вообще Легко Делается И Эффектов Больше Чем У Adobe Premiere Так Что Выбирайте Sony Vegas Или Не Слушайте Наоборот Тех Кто Пользуется Adobe Premiere Потому Что Есть Adobe Premiere Есть After Effects И Более Того Есть Photoshop Тоже Adobe И Собственно Можно Проекты Photoshop Там Совместить Там Все Одинаковое Кнопки Одинаковые Те Которых Хорошо Работает На Photoshop И Должно И Неплохо Должно У них Неплохо Получаться Работать И На Premiere Допустим И Так Далее Те Те Же Самые Комбинации Клавиш Те Же Самые Панельки Все Тоже Самое В любом Случа Я думаю Те Которые Работают Хотят Хорошо Работать На YouTube Да Допустим После Того Как Они Отредактируют Своё Видео Отрендерят Его Им Допустим Очень Важно Мне Кажется Еще Картинку Поставить На Это Видео Которая Собственно Будет Делаться Естественно Где-нибудь На Фотошопе К примеру Вот И Там В общем Сами Решайте Как По Мне Мне Напустим Намного Удобнее Все-таки Работать В Одно Примере Я Показал Почему Потому Что Потому Что Легче Нарезать Легче Удалять Легче А Кстати Я так И не Посмотрел Что Будет Если Мы Сейчас Вот В Этом Видео Сделаем Разрезы Вот И Попробуем Вот Эту Часть Удалить Идет Смещение Видите Видите Да Смещение Хотя У меня Текст Допустим Я Текст Подстроил Вот Так И Более Того Допустим Я тут Еще Положил Кучу Эффектов Которые Должны Были Работать По Кадрам Над Эти Участки Кадров То У меня Текст Должен Был Увеличенный Допустим В какой-то Момент Вот В момент Когда Я Выстреливаю У меня Должны Быть Большие Вспышки Текст К примеру Но Как Только Я Удаляю Этот Кадр Он Смещается Естественно Чтоб Мне Что Удалить Мне Нужно Отключить Авто Сдвиг И После Было Вот Ну То То Есть Такие Моменты Тоже Опять Жж Таки Смотрите Сами Что Удобнее Для Новичка Допустим Такой Сдвиг Такой Сдвиг Такие Перемещения Такие Регулировки Звука Допустим Чем Допустим В Премьере В Премьере Опять Жж Таким Мне Нравится То Что Когда Работаешь С Множеством Текста Допустим Картина То В какой-то Моменты Можно Было Ставить Точки Я Может Даже Сейчас Покажу Я Закрою Этот Не Закрою Я Просто Сохраню Наверное И Сверну И Открою Еще раз Пример Покажу Еще Нюанс Там Где Можно Точки Контрольные Точки Да Всяких Эффектов Совмещать С разными Видео И Разными Объектами Данного Данного Проекта То Громкость Музыки Может Быть В какой-то Момент Громче В зависимости От того Насколько Сильные Вспышки Например Там Я не знаю Еще Какие-то Фишки Можно Совмещать Вот Тест Откроем Надеюсь У меня Сейчас Не Вылетит Винда Как-то В прошлый Раз Я снимал Снимал И у Меня Вылетело Все Потому Что Памяти Оперативно Не Хватило Я Покажу Вот Просто Тут Как-то Я Понял Что Можно Эффекты Добавлять С помощью Этой Клавиши То есть Можно Не Эффекты А перемещение Эффекты Собственно А как Это Делается В Adobe Premiere Я Уже Показал Что В принципе Все Эффекты Элементы Управления Находятся Здесь Допустим Вот Берем Перемещаем Сюда И Видим Что В этот Момент У меня Допустим С работой Текста Я могу Поставить Точку Она У меня Будет Текст Допустим Вот Какой-то Момент Черт Вот Меня Тоже Этот Момент Бесит Что Пытается Прицепиться Она К Панелям Вот Я Хочу Вот Этот Момент Допустим Поставить Точку И Чтоб В этот Момент Допустим Прозрачность У меня Была Текста Убрана Полностью Вот Я Поставил Точку И Так же Самое Хочу Чтоб В этот Момент Я Даже Поставлю Две Точки Вот Немножко Здесь Не Две А Три Три Точки И Вот Этой Точки У Меня Будет На Ноле Стоять Прозрачность Здесь Потом На Ноле Будет Прозрачность Кстати Это Я Сделал Основной Текст Да Получается Нет Что-то Я Сделал Прозрачным Не Понял Что Вот Текст Потом Я Переключаюсь На Текст Да Делаю То же Самое Здесь Непрозрачность То есть Точка Здесь Вот Точка Здесь Вот Сейчас Вот Точка Здесь И Точка Здесь И Здесь У меня Будет Опять Прозрачность Ноль Вот И В общем То Можно Даже И Само Видео Видно Да Даже Вот Здесь Внизу Что Эти Точки Совпадают С Видео Файлами И Поставим То же Самое Здесь Здесь У нас Уже Стоят Какие Точки Движение Уберем Поставим Только Прозрачность Точка Здесь Точка Здесь Точка Здесь И В этой Точке У нас Будет Ноль И По сути Дела Смотрите В этой Точке Все Есть В этой Точке Все По Нолям В этой Точке Все Есть То Есть Я Точки Совмещаю С Другими Объектами По Времени Допустим Каждый Кадр Я Редактирую Допустим Как Отдельно Ну То есть Так И Отдельно Так И Вместе Я Такого Не Заметил Допустим Если Честно Я Не Разобрался Вообще Как Тут Менять Что То Ну И Как бы Как Я Уже Говорил Точки Не Поставил Я Даже Не Вижу Где Здесь Точки Ставил Может Что То Я Не Пойму Должно Быть Все Легче Но На деле Ничего Не Легче Здесь Допустим Вот Прям Здесь Да Я Могу Увеличить Эти Моменты Вот Они Все Точки Вот Они Все Треугольнички Которые Я Делал Да Сейчас Я Только Звук Немножко Пущу Вниз Вот И Собственно Я Могу Вот По Кадрам Смотреть Одновременно Все Точки Более Того Допустим Я Могу Как Я Понял Прям Здесь Тоже Наверное Ставить Точки Мне Кажется Не Нельзя Ну Видимо Прям Здесь Нельзя Но Это Не Суть Важно Эти Точки Можно Поставить Будет Вот Смотрите Вот Выбираю Файл Ставлю Точку Выбираю Файл Ставлю Точку К примеру Наверное Здесь Надо Точку Поставить Вот Выбираю Файл Ставлю Ставлю Точку И Вот Они Точки Появляются И Теперь Я Могу Собственно Эти Точки Тоже Тоже Как-то Перемещать Ну Я Считаю Это Намного Удобнее И Более Того И сразу Ж Видеть Как Это Будет Отображаться В Самом Видео Вот Ну Как По Мне Это Очень Классно В Общем Решайте Для Себя Сами Все На Этом Спасибо Всем Пока Спасибо За Просмотр Увидимся В Следующих Видео